Непросеянная сита, что это? Харли Квинн и Дэдпул? Всем привет! И с выходом сольника Дэдпула и предстоящей премьеры отряда самоубийц мы все чаще начали замечать появление артов на тему романа Харли Квинн и Уэйда Уилсона. Что могло соединить эту парочку, ответ есть. И пора бы отсеять плюсы и минусы такого союза. Итак, что же положительного и в чем интерес к этой паре? Ну, во-первых, эти двое безумны с ног до головы и могли бы прекрасно дополнить друг друга. Харли будет мочить всех своей колотушкой, а Дэдпул раскидывать чименчанги. Думаю, отношения этой парочки могли бы строиться на ненависти Стёби по отношению друг к другу. А как вы знаете, от любви до ненависти один шаг. Если к этому букету прибавить нотку безумия, рванет все вокруг, в том числе и наша голова. Во-вторых, Харли прекрасна как самостоятельный персонаж. И начать роман с Уэйдом было бы отличным шансом поставить жирную точку в отношениях с мистером Джейм. Даже в отряде самоубийц в ходе странных отношений с Дэдшотом героиня не избавляется от привязанности к Джокеру. И тут приходит понимание. Чтобы закончить что-то старое, необходимо одного психа заменить на другого. И чем плох Дэдпул? Он непредсказуемый, сумасшедший, смешной. А самое главное, не станет отвергать Харму. Арлейкин получит то, чего заслуживало долгие годы – взаимности. В-третьих, это цветовая гамма. Довольно стрёмный аргумент, но вы только посмотрите, эти двое просто созданы друг для друга. Красно-чёрные цвета создают атмосферу близости между Арлейкином и Говорливым наёмником. Начинаешь чувствовать, что эти двое – воистину крутая команда. И раз они находятся на одной волне, то несмотря на то, какими бы хаотичными казались их действия, они будут сплочёнными. Ну а теперь разведём все эти мифы и фантазии. Эта пара просто не может существовать. На то есть не ряд причин. Во-первых, да они же находятся в разных вселенных. Харли понятия не имеет о том, кто такой Дэдпул. Ну а Уилсон, даже зная о DC, не имеет возможности перекочевать соседнюю вселенную. Во-вторых, вы действительно верите, что Харли откажется от Джокера? Она прекрасно дополняет его. Да, и такая любовь вряд ли пройдёт. Мало того, сам Джокер не горит желанием отпускать Харли. Как бы он о ней не издевался и как бы не подставлял, он не может отпустить свою подружку. Да, и такое проявление привязанности довольно необычно смотрится. Но ведь за это мы их и любим. В-третьих, Харли и мистер Джей – это отношение садист-мазохист. Но не потому, что им так нравится, но то есть свои причины. Джокер не признаёт нежных чувств и смеётся над ними, играя с людьми. Из-за этого, когда что-то проскакивает по отношению к своей напарнице, он старается это оттолкнуть. Но забыть насовсем или убить её, а тем более отпустить Джей, конечно же, не может. А Харли – она просто любит, и неважно, в какие передряги её забросит любимый пирожок. А сможет ли так безумно полюбить Дэдпула Харли? Вряд ли возможно. Будет вечно чего-то не хватать. Многие сказали бы, что если бы Джокера совсем не было бы. Вы серьёзно? Тогда роман Дэдпула и Квинн был бы трижды невозможен. В таком случае в Археме спокойно бы работал сотрудник под именем Харлин Квинзы. Если бы обстоятельства сложились иначе, так что Харли сошла с ума, думаю, она была бы под крылом ядовитого плюща. Образ и характер в корне изменились, и от любимой Харли ничего бы не осталось. А что думаете вы, могла бы состояться пара Харли Квинн и Дэдпула? Как бы всё сложилось? И с кем, кроме Джокера, могла бы разделить судьбу Харли? Может, это был бы Бэтмен? Или Флэш? Флэш?